Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты, все вы трупы! До этого босса выбил из фантома вот такой арбалет с тремя стрелами, очень классная вещь на самом деле, почти, ну, не заточенный, дамажит хорошо, потому что, не заточенный, потому что, сука, мерцающими титанитами точится, падла, вонючая, Эйвелин называется, это хреновина, в первый раз такое вижу у себя в руках, в мою жопу из такого стреляли, это было, значит, меч почему-то у меня, кстати, скейл от силы Эй отдает всего 53 дамага как-то. Что-то как-то скромно, во-вторых, в земляном пике выбил палаш ядовитый, я всегда думал, что палаш это большой меч, но в этой игре палаш почему-то чуть больше, чем в римской гладии, мне кажется, очень как-то стрёмно бьет, как обычным двуручным, ну, обычным маленьким мечиком, и до хера чего выбивал еще из големов, вот часто понравился мне меч голема, у него анимация движения такая необычная, вот этот удар сверху вниз, я такого в этой игре еще не видел. Ну, видимо, из-за того, что вот на ручке, видите, сзади такое закругление, поэтому он может бить снизу вверх, бля, какой я умный. Так, что я там хотел-то? А, еще классный, еще классный щит выбил из этого, из мумии тупого хоккеиста, вот он. На самом деле, это половинка щита, и по прочности она держит уверенно третье место после щита, слепленного из говна и из бабушкиных оладушек. Не знаю, на какой хрен в игре сделан такой лут, просто вот. Зачем? Кому нужен щит, который тебя, блядь, вообще не защищает? Ёпту иметь. Че ты его носишь, для острастки, что ли? Тогда уж лучше вот это на горбу носить, он хоть восстановление выносливости повышает. Правда, не знаю, складывается ли он с кольцом к лоранте, по-моему, так нет. Я вообще хочу щит лавелина себе выбить, уже свой любимый, который ни хрена не весит, но на 100% от всего защищает. О, какой самурай. Так, скорпион, который мне торчит кольцо. Где он там? Где его обиталище? Ага, вот здесь в тумане. Кстати, да, надо еще к вождю Вингралу зайти, он мне торчит свои две шашки, атаманский и второй гигантский меч куплю. Может быть, когда-нибудь мой герой сможет держать два меча, чтобы не надорваться. В принципе, у меня есть два здоровых яйца в противовес, так что. Этот все сидит, тут привидение унылое, господи. А, кстати, у меня, по-моему, ароматных ветвей, да, тут набралось некоторое количество. Целых дыве. Можно пойти расчекрыжить здесь статую, которая приклеилась с жопой к сундуку, вон ту. Надеюсь, что в замке Дранглик мне не понадобится куча ветвей, я одну-то оставлю. Одну еще можно купить, я знаю где. Давай, просыпайся, ублюдок неблагодарный. Я в первый раз охерял, когда чмо на меня напало. Ну, первую-то тетку я ту разморозил, которая мне сказала спасибо. Теперь она там со мной пытается торговать чем-то. А эти, сука, стали нападать. И это, сука, верх наглости на самом деле. А я бы еще и мимиком сделал этого сундука. И здесь сет. Здесь не сет, здесь вообще нихера. Раньше вот эти лохмотья хоть валялись, да? Вот времена. Так, надо бы снять эту тяжелую херовинку. 74 вес. Почему у меня такой вес? Потому что арбалет тяжелый. Шестерку весит. Ну, как три, блин, три ствола арбалета. Он как три арбалета весит. А логика, блин. Задолбала ты, блядь. Ёб твою мать, есть контакт. И сейчас он меня завалит. Я уже его не вижу. Где он, где он, где он? Что происходит? Где, где, кто, что? А! Пошел нахрен. Сука, это урна, блядь. Задолбала. Она меня второй раз тут травит. Я бы сделал, на самом деле, что это Скорпион нападал потом. Его можно сейчас как бы убить первым и забрать у него кольцо, насколько я помню. Можно поговорить, он тебе его сам отдаст. Но я бы сделал так, что можно поговорить, и он на тебя нападет. Какое мастерство. Видите, он только меняет форму. Вот из этих слов уже игроки сделали вывод о том, что души перерождаются в этой игре. Жало Черного Скорпиона и второе кольцо Дракона. Не знаю, где третье. Вот третье я находил раньше, чем второе, как-то раз. По-моему. Так, а что за жало Скорпиона? По-моему, нож, да, который травит. О-о-о. Вот она, да. Жало Черного Скорпиона. Из души нашки. Ой! 200 дамага. А, не имеет скейлов никаких. Но зато травит. Меня таким как-то раз угрохали. Но если в него вставить камень просто... Да нет. Нет, можно, да, если вставить. Да нет. Или да. Насколько там камень простоты испоганит этот клинок? Ну, если, конечно, у вас статы не на простоту накиданы. А если у вас... Эй. Ага. А если у вас статы накиданы правильно, то... Этот клинок, видимо, будет просто... Убиваторский. Хотя... Хотя хер его знает. Ну, вообще, это, наверное, единственный нож в игре, который 200 дамаг наносит, по-моему. Я что-то такого не видел. При этом он сделан не из души босса, а просто так тебе его дают. На тебе, владей. А этот-то здесь откуда взялся? Блять, как мы друг друга одновременно не убили сейчас? Это был риск, конечно. Так, а как... Как отсюда уйти? А, это он сюда по бревну пришёл. Это второй неблагодарный уже обсосок, который на меня нападает, после того, как я его спас от вечного простаивания в виде статуи. Кусок дерьма. Так, где тут этот вождь, блять? О! Большая душа, ну... Так себе. Вот тут бы камень фороса к какому-нибудь дереву в пасть вставить, чтобы она, блин, туман весь втянула в себя этот накуренный. Что это здесь? Не, показалось. О! Так это тут такая короткая дорога была. Просто иди, держись левой стены. И рано или поздно ты придёшь... Или что произошло? Я тебя вижу, сука, я тебя вижу. А из этого меча по тебе попасть проще, чем промахнуться. Вождь где-то был с этой стороны. Я почему-то постоянно сюда прихожу. Ещё один призрак. Так, кстати, у меня же вес теперь увеличился. Я могу теперь надеть что-нибудь. Доспех сокольника, например. Вау! А что-нибудь, что даёт брони больше, чем... Эти тряпки. Да, даже орлонского рыцаря не надеть. Да. Я чё-то не понимаю, сколько веса даёт это кольцо. О, вообще-то он даёт больше, чем вот это. Или столько же. Обидно, что нельзя два кольца дракона носить, даже разных. Вот одно первое, второе, там третье. Вот нельзя. Хоть-то обоссысь. Почему? Какая игре разница, какие я кольца ношу? Вообще, кольца на вес были бы абсолютно читерскими, потому что не надо было тогда вообще прокачивать физические... Физический параметр. Просто бы кольца носил. Так. Да, и смотри, у него шлем, у меня шлем, и два шлема разговаривают. А, этого вождя можно где-то призывать, по-моему, на битву даже с великим драконом. Но его там сносят просто как... О! Ай, какой шикарный щит! Ай, как... Только он, кроме как от физики, ни от чего вообще, блядь, не защищает. От крутечения яда ещё. Херена. Изогнутый меч. Прямой меч. Вау! Дамага хорошо, а больше ничего хорошего. А этот всего пять тысяч стоит. Ещё у него этих мечей ещё и шесть штук продаётся. То есть, то, что я его в сундуке нашёл, это вообще ничто? Ну, ладно, давай. Всё куплю, всё моё. А ещё и тоже заверни. Больше того не увидим. Ой, а что это? Большая стрела разрушения. А что она делает? Ага. Так, особенно если это... А, стрела большая. Нет. В очко себе её можешь. Ой, полторы тысячи. А сколько у тебя их есть? Давай три. И всё. Теперь я по миру пошёл. Так, а что у него за... За мечи-то? За мечи-то. Видите, вот нож голема. 52 урона. А жало скорпиона 200. Охереть. Так, ржавый красный меч. А чё за ржавый красный меч? Я у него купил изогнутый и прямой. Я ржавых не покупал. Красная ржавая сабля. Вы чё, блядь, надо мной издеваетесь, что ли? Ну-ка. Да, это его мечи, а что? Так, этот 36 плюс 121. Скейл от силы A. От ловкости за какой-то шляпой E. Так, а второй меч где? Вот он. Красная ржавая сабля. А вот и C от силы. Ну-ка. Зато она сама по себе мощнее. Итого. Итого дамаг просто смешной, как, блядь, в анекдоте. Ага. Быстрые атаки доступны. И одновременные доступны. То есть эти два меча, это всё-таки комплект считается. Потому что только двумя одинаковыми оружиями, по-моему, можно делать взмахи одновременные. Вот как с этими двумя малышками. Не, да не, возьми-ка. Не, не, не. Ща, ща, ща. Не так. Не так. Ой, а можно его голову убить, интересно? Блядь, а как? Чё-то пофиксили, по-моему, не бьёт, но больше двумя одинаковыми мечами этими. Я держу, чтобы их взять оба изготовка, а он их не берёт. Ну, это правильный ход, на самом деле. Я видел, как чувак игру проходил с двумя пиздюлинами. Он босса там с двух-трёх замахов убивал. Эти тоже две не носятся. Вот, не бьёт он двумя, и всё. А вот эти ржавые сабли носятся, и это, видимо, их новая фишка. Где? Где вторая? Я просто, может, я, блядь, не помню, как это делается. Это чё такое? Парирование, что ли, было? Вот он бьёт по отдельности. Зажимаем. Вот он удар двумя. А в прыжке всё равно одним. Вау, вот это было неплохо. Ну, в ПВП, может, кого-то и можно удивить. В остальном, конечно, шило. Так, а где мой новый дерьмовый щит? Пятёрку весит. А мой сколько весит? Он четыре с половиной. Ну, ничего не теряю. О, какой малыш. Ой. Батюшки-срачушки. Ну, если никто огнём в меня не будет, магией какой-нибудь в меня поливать, то, в принципе, вполне юзабельный щитец. Чаще всё-таки щит должен блокировать физические атаки, я считаю, очень магические. Да, короче, то, что я сюда пошёл, я только время потерял. Я-то думал, что смогу теперь двумя мечами, чтобы как... Ух, богатырский дрын. И хрен там плавал. Блядь, только сорок тысяч душ тут оставил. Ну, ладно, хоть... Хоть что, как говорится, проёбанно да прохуячено, то на дело потрачено. Лучше, чем сдохнуть и кому-то их подарить. Так, теперь у меня на разрушенную развилку. И в храм Дранглика. На самом деле, это примерно где-то не середина игры. Пройдено где-то две трети, наверное. Ну, так, по ощущениям. Но на самом деле, этот замок Дранглика очень огромная локация. Там ещё есть подводная часть, ещё что-то там. Куда идти-то? А, вон. Храм Аманы этот, блядь, чтобы вот... Ох, кто-то его придумал. Ну, в принципе, можно второй меч такой взять и заточить на другую какую-нибудь шлягу. У меня, когда я играл в прошлый раз на предыдущей версии игры, дубины были заточены на разные. Они весили много и... И эти колотушки бились сверху вниз. У них не было вот таких рассекающих движений горизонтальных, чтобы оприходовать толпу врагов. Поэтому лучше бы я, конечно, такие мечи носил. Ещё, по-моему, кстати, неплохой меч преследователя. Но он, сука, точится за мерцающий. А, за кости дракона он вроде... А, нет. Он хоть и из души, а точится мерцалками, по-моему. В принципе, самый вообще сильный меч, как я понял, этот великий двуручный меч короля, который каменный. Но он коротенький, блин. И весит просто как... Как, я не знаю, кусок скалы, наверное. Вообще, в первой части как-то более классные были разгоны дамагов для мечей. Помню эту фишку, типа... Отстрелили хвост дракону на мосту, и у тебя будет чудо-меч до конца игры. Так, я теперь могу при желании посетить все три ДЛЦ и взять там эти шмотки, которые там наложены, но чтобы, типа, легче остаток игры пройти. Но мне кажется, что эти ДЛЦ проходят сложнее, чем то, что здесь осталось. Особенно, если не убивать этого долбаного великого дракона. И сраную, дряхлую жопу Вендрика. Говорят, что... Писали, вернее, на Дарквике, что чем больше ты душ гигантов соберешь... Блядь, тут тоже привидение, что-нибудь заебали. Чем больше соберешь душ гигантов, тем меньше жизнью Вендрика. Но у меня почему-то было так, что... Если ты не собрал все души Вендрика, он на твои атаки не отвечает. Бой с ним не начать. Блядь. Пошел нахер. Я еще хотел на Вендрике попробовать удар заточенным кнутом, который бьет по людям в трусах. Мне кажется, он специально бич для этого сделан. Человеческая фигурка. Если не будет не впадло, обязательно проверю. Обязательно надеру жопу королю. Вообще, обломно было, что из короля выпал такой... Даже не выпал, а в другом месте, блядь, где-то в жопе мира находится его сет. И он такой по статам не очень-то хороший, он голимый. Плюс все короны говно в этой игре. Даже когда тебе из трех корон делают одну, она говно. Там она предотвращает потерю человечности или что-то какая-то такая хуйня. Тогда кольцо предотвращало потерю человечности. Ни в чем дополнительном. С этой функцией я как бы не нуждался. Поэтому, когда прошел 3DLC, я немножко припух. От такой голимой награды. Ну, собственно, а что ты ждал? Ну, я ждал щит Капитана Америки, допустим. И метательные батаранги. А, вот он. Вот он, Директ 11-й, по-моему, начался. Видите, как скалы мокрые блестят? Для меня Директ 11-й, это не текстурки в земле, которые более заметны. А вот эта вот блестючесть, которую, блядь, атомную просто добавляют повсюду. Вот этот зеркальный блеск какой-то. Вот она. Да-да-да-да-да. Вот он, ракурс. Лунный свет переливается на гребаных мокрых камнях, и получается какая-то совершенно нереальная картинка. Никакой особой супер-охерительной красоты, а в этом... Ай, ты, блядь. Сука. Кусок титанита, обломок титанита. Так. Да, никакой красоты в этом нет. Вот, заметьте, что сейчас в темноте графика похожа на Mortal Kombat этот, десятый. Там тоже всегда темно, и всё блестит, как, блядь, у кота яйца. Всё, ты всё, всё, что ты хотел мне сказал? Интересно, а можно убить зелёную вестницу? Я так и не понял, она-то кто в этой... Во всём этом перерождающемся мире, кто вот она есть? Ах ты, блядь. Пошли вы в жопу. Да, мастодонтов, блядь, хуй убьёшь. Новые педерасты, блядь, два. Хочу я вам сказать. Настоящие, блядь, уёбки. Да, ставить таких мобов ещё и по два, блин. Смотрите, да, у меня меч, насколько заточенный, насколько персонаж. Типа прокачанный якобы, и всё равно, блядь, они у меня просто тык-тык нахуй нету. Я даже не знаю, чё, чё, блин, жизни, что ли, прокачать полную линейку? У меня и так фляга с эстусом уже ничего не восстанавливает почти. Щит подставить надо было, что ли, успеть. Был такой вариант, конечно. Да ёпта. Нет, там надо от них съёбывать, от этих мастодонтов, пошли они в жопу. Вот крайности. То с одного удара все дохнут, то, блин, вообще херу бьёшь. Да пошёл ты, блядь. Это не сокольники, это сосольники, блядь. Сколько там, кстати, душ-то на мосту выпало теперь. М-да. Когда я это тряпьё уже сменю на что-нибудь приличное, хоть сколько-нибудь. О, да. Чё-то я сейчас исполнил. Блин, вот далеко здесь бегать, сука падла. А там ещё, по-моему, двери у этого замка как-то не просто так открываются. Тоже, конечно, локация такая. Там, помню этот прикол в какой-то этой... В какой-то комнате, что портрет королевы накладывает проклятие, и это что-то значит в сюжетном смысле. Ох, нихуя. Чё-то эти латники живучие какие-то стали, ребята-то. О, поплыл, поплыл по течению. Ха-ха. Так, нахер мамонтов. Никогда их не любил, сука, не зря вы... А, это мастодонты. Мамонты тоже родня, не зря вы сдохли. Пошли в жопу. Сука, твари. Их бы ядом обстрелять. А это что за статуи, тоже оживут, что ли? Не, да не, быть такой ходить не может. Чё-то больно, их тут много. Вот эти приколы, типа, надо убивать рядом с чашей, чтобы душа попала в чашу, конечно. И это не раз и не два здесь повторяется, в этих комнатках. О, блядь, там мамонты уже пришли. Да иди нахуй, ёптвари, задолбал. Блядь, больно. Бьётся-то. Пошёл в жопу. Сука, стрепиздик вонючий. Огненное семя, мощный. Чё за гром? Блин, вот такая локация, сюда бы с неба до дракон прилетел бы. Ух, было бы чё, да. Ну нет. Чё здесь? Булыжник. Какой булыжник? Чё, только один ожил, что ли, этот гражданинчик? Да, по первости было непросто эти двери открывать, потому что вообще не вдуплял, отчего они открываются. А это что за хор? И чё, типа здесь не открыть? А нахер тогда было вообще это делать? Вход такой. Хм. Ну разве же логику этих товарищей и разработчиков поймёшь. Ой, я помню здесь на новой игре плюс, вот в той комнатке был мини-босс, сразу два преследователя, вот два сразу, это был просто разрыв очка. Да, да, этот замок короля Вендрика, владения, бла-бла-бла, давай. Четырёх великих и построил королевство на их... Кого он победил, четырёх великих? Я вот чё-то не слышал о его победах, вообще ничего. Он пошёл, развязал войну с гигантами, у них чё-то спёр и привёз сюда. Никаких великих он не побеждал, по-моему. А-а-а, подожди-ка, четырёх великих, это, наверное, опять отсылка к первой части, что ли? Женщина невероятной красоты, да, особенно развоплощённая. Король пересёк... Ага. То есть это он сначала построил королевство, потом одолел гигантов, и чё-то у гигантов упёр. Силу забрал, создал големов, свой чугольник, и создал этот замок. Хуй поймёшь, короче, эти, блядь, Санта-Барбара. О! Поняли, королева принесла покой, а покой был тьмой. А, владыка тьмы у нас кто? Владыка Манус. Поэтому королева переродилась... В королеву переродился Манус. И стал раздвигать ноги для короля. Вот пидераст. Да, мы торговать, походу, не будем нихуя, да, сегодня? Пошёл туда в жопу. Ага, двое. Сейчас тоже два преследователя, да, значит, там? Ну тогда, извините. Костёр мне сначала... Я, конечно, попробую. Но сначала... Кострище вперёд. Где оно, кстати, здесь, по-моему, за какой-то, блядь, дверью спрятан костёр. По-моему, здесь ещё... Триндюлей наваливают. Ой, блядь. Ага, видите, тут все погружены в покой, поэтому все окаменели. Ага, вот костёр. Дельная подсказка-то. Блядь, а этого не надо было? У каждой статуи бы написали, кого атаковать, кого не атаковать. Ой, да тут до костра, как до Китая, раком, в общем, час. Это всё лавелины сидят или обычные пехотины? Не, лавелины тут в одном месте были. Ой, а в той комнате сколько они насажали их? Ёптель. Это же просто смерть какая-то. Так, а у меня ещё человечность заряжена, да? Давай, вставай. Да, заряжена, сука. И ни одного помощника, блядь. Вот, сука. Раньше-то их тут дохера желающих было, блядь, один Д'Артаньян и, ёптель, ходили и искали, кому помочь. А, и ещё, помню, они сбрасывались со скалы, и выяснялось, что их просят помогать не в комнате, а с боссом. Ну, некоторые. По башке, по б... О, и этот... Ну, бэкстаб, бэкстаб. Да, бэкстаб. Давайте, интересно посмотреть, что тут есть. Кто разморозится, кто нет. По-моему, эти рыцари не любили молнию, но теперь они к ней как-то стали равнодушны. А вот эти с копьём, смотрю, правильно-правильно дерутся. Они щит не опускают во время удара. Жбэньк. По жбану. А вот на этого, походу, ароматную ветвь надо потратить. А нет, здесь они сами расстаивают, что прикольно. Какая бесцельность. Дверку можно открыть. Тут на что? Тут у нас сундук. Блин, где мой арбалет? Ой, или лук. Что? А это что такое? Рапира. Не помню, где я её взял. За топоров-то. Секира черного рыцаря, в принципе, по статам выглядит симпотно так-то. Ну, не так симпотно, как зуб дракона. Так. О, единичку весят. Надо из лука проверять. Так, а стрелы-то есть какие-нибудь дерьмовые? Есть. Стрел, кстати, разных набрал. Но вряд ли мимик мог появиться в такой маленькой комнатке. Хотя вот в той херне, которая после колодца была, он стоял и ничего. Костяной прах. Ничего себе бесцельность. Скажу я вам. Так, ну что, пойти, что ли? Попытаться? С двумя преследователями. Ну, двух преследователей одному, по-моему, вообще не замочить. Это ещё что за мудак? Какой нахуй фарлон? Фарлон Брандо, ё-моё. А, этот с косой, я его, по-моему, уже побеждал, нет? В новой версии игры стало больше каких-то имён вот этих вот фантомов призываешь. Там этот скромный какой-то, блядь, Брэд или как его там. Да ладно, ты чё? Ты чё? Да ну нахуй! Пошёл ты в жопу. Говно саное, блядь. Нихера себе он так генерал Гривус, блядь, из джедаев мечами не махал, как он сейчас косой выдал. Силовесецкая фигурка, обалдеть. Определённо стоило с ним помахаться за такой лук. И главное, что в этой комнате вообще ничего нету, поэтому чё там эти преследователи охраняют? Ай, ну не знаю. Как я уже говорил, они появляются только на новой игре Плюс. Тогда почему-то столько крови. А, может надо после того, как какие-то условия выполнишь, убьёшь кого-нибудь. Вендрика, например, или Вельстада. Но два преследователя это жесть. Самое натуральное. От одного-то иногда трудно уворачиваться, а тут от двоих. И как мы видим, помощников опять на полу нет. Никто не хочет помогать. Что-то Дранглик вообще, я смотрю, теперь перестал быть территорией взаимопомощи. Ни одной надписи не вижу нигде. Так, пойду-ка я фигурку сожгу, что ли. Не фигурка, это прах. Мантия Архидракона. Не знаю, вот, чё тут для мага эти мантии выбирать, чем они друг от друга отличаются. Ведь для мага брони-то там совсем децл. Ну, видимо, визуализация персонажа на первом месте у мага. О, какой красавчик. Чё это у него за маска надета? Голема, что ли? Так, так, так. Ну, блядь, это комната, конечно, вот, которая сейчас... Может быть, приравнена к мини-боссу, потому что она такая геморрой. О, помощник, кто? О, Кирито. Альтруисты наши. И темно, естественно, как в жопе. А как вы хотели. Сколько? Сколько встаёт один? Самые херовые, это открывать неправильные двери, потому что в неправильных дверях... Сидят неправильные мобы. Вот они, големы, которых создал король. Так, эти у дверей, походу, не встают. Встанут только вот эти. Открывай давай. До какого? Тут две ценных вещи во всей комнате. Это, конечно же, сет Авраама этого. Ёб твою мать, на ёбочка вышла. Вот он, сука. Ой, а ты куда? Эй. А что это за хуйня там ещё? Блять, отлично, ебать. Как классно спускаться в эту тёмную жопу, блять. Ещё и этот педрила сюда спрыгнул. Блять, тупой уёбок. Неужели ты, сука, не мог наверху остаться? Говноедище, блять. Сраная, нахуй. Он по силе, причём, по-моему, не уступает тем, когда они были боссами. Вот эти три, блять, анорексиста ссаных, блять. Да я помню, блять, кто тут встанет. Давай, пошёл в жопу. Дверь-то открыта. Открою это, блять. Они встают по одному теперь, что ли? Да. Бэкстаб тут только снился, блять. Ну, блять. И козёл, блять. Хватит прыгать-то, говно. Допрыгался, всё. Блять, сейчас следующий выйдет такой же. Ёб твою мать. Блять, радость-то какая. Ёб твою. Надо их убивать там, где они появляются, чтобы они новые двери не открывали. Ой, я смотрю, ты подружку позвал. Заебись. Фаталити пшёл в жопу. Сундука нету, ничего нету. Ай, ну конечно. Самая нужная вещь. Вот раньше здесь вот он не стоял. Здесь была просто дырка. Вернее, отверстие. Вот этого говноеда тоже, блять, не было никогда. А это что за нажимная плита. А это камни. Да, хоть с Эдфра... Авраама никуда не передвинули. Ой. Костёрчик здесь сделали. Блять, какая прелесть. А это потому, что здесь вход в ковенант блядской тьмы, который просто вообще жопоразрывателен на самом деле. А вход стоит человеческую фигурку. А, я ещё не везде его встретил, этого старого говнюка. Ну поэтому пошёл ты, блять, в жопу, дружище. Я пару раз заходил в этот ковенант на новой игре плюс. Мне там рвали жопу. Там потому, что эти фантомы, блять, ссаны, это просто нечто. Так. 12 весит, даёт брони 120. Да, и не... Кстати, не намного меньше он весит, чем кольчуга Дранглика, но при этом намного меньше даёт брони. Что, полный облом, конечно. А перчатки. 68. 46. Тоже не намного, да? Ну такой сет, он просто разрекламирован на обложке игры, а на самом деле он фуфло. Ничем, по-моему, не выделяется. Где он? О, юбка жрица. Шедевр. О, какой красавчик. Что-то я не вижу фрамских поножей. А вот они. Выглядят как говно. Ну а тёмные чё? Ой, а тёмные по статам-то хуже, чем эти. Ну и весит меньше. Что-то не пойму я ни хрена. Как эффектно одеться в этой игре. Нарочи фрама весит меньше брони. Ну я говорил, опять на сборную хренатень на себе таскать, тогда будет всё нормалёк. Шлем фрама, это вообще, конечно, боль в заднице. Хуже во всём, чем моя шапка. Но моя шапка, видимо, тяжёлая, да? Скорее тяжёлая, чем... Пойдёт, короче. Мой-мой любимый комплект сборная солянка, ё-моё. Ещё чуть-чуть веса добавить, и, в принципе, можно нацепить броню Дранглика, и это... Ну, конечно, всё вместе это порвёт только сет этого чёрного дракона, или как он там назывался. Который в ДЛЦ лежал перед боссом. Там сзади ещё какая-то статуя встать надумала, что ли. Так, ну это... Без подарка говнюк, говнюк там ничего нет у него. Отходим, отходим. Пошёл нахер. Сюда они не заходили никогда, кстати, и сейчас не заходят. Пошёл нахер. Руби, блядь. Лень тут с ним прыгать, тем более, что... Один кувырок в сторону, и там к нему его друг присоединится. Что-то ничего нет. Может, есть стена. Какая-нибудь. А за ней лежит булава Капитана Америки. Нет. Ничего нет. Отстой. Так, а здесь, по-моему, в центральный был сундук. А, в крайний был сундук, в центральный был проход. Я смотрю, им убрали радиус оживления, уменьшили. Ну, на какое расстояние надо подойти, чтобы они ожили. Так, это проход дальше. Надеюсь, что радиус агрессии для анорексиков тоже порезали. Там, блядь, хуй там, вон он выбежал. Это было бы слишком жирно. Впрочем, на новой игре это нормально, жить можно. На новой игре плюс было... Я сказал, что он туда не заходит, и он туда тут же зашел. Жопой вперед, честно, случайно, но... Шлем руин, вау! Вот это что-то новое. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну-ка посмотрим. Шлем руин. Блядь, дерьмо собачье. Хуять можно, что это за говно. У меня, блядь, такое ощущение, что шея длиннее стала для того, чтобы я этот шлем надел. Это я знаю. Есть такой обугленный вариант этого комплекта. Он падает в последнем DLC, которое вышло, насколько я помню. Редкостное дерьмо. Средний сет. Средний сет отдает как легкий. Статов. Ёп, нихуя уебал. Ну, здесь вообще взгляд на броню вещь субъективная, наверное. Их чаще надо за визуальные качества выбирать, чем за статы. Потому что и по статам они многие очень похожи. Блядь, да чё он так сильно ебашит-то? У него уже хилки заканчиваются. А враги нет. И щитом он так закрывается просто постоянно. Ну, почему вот я сейчас не нанёс ему полный дамаг, я не понимаю. Здесь лежит кольцо солдата-короля. Меч моста-донт они здесь положили теперь, ёпта. Уникальный лут, учитывая, что у меня один уже есть. Теперь у меня два куска дерьма. Я вдвойне более счастлив, чем был. Бежит, бежит, блядь. Пробледень ебаная. Пошёл ты нахуй. У меня отравленных стрел нету. Отведай. Ну, почему только 170, я не понимаю. Почему? Почему не полный дамаг? Он же не был закрыт щитом. Блядь такая. Соси. Говно ты вонючая. Умри. Умри, сука. Умри. Пошёл в жопу. Я хочу добыть кольцо. Я хочу посмотреть, что тут за кольцо положили, если кольцо солдата-короля лежит в другом месте. Вот ещё один сундук. А меч моста-донт... Да, меч моста-донт здесь и раньше был точно. Блядь. Как они меня бесят, бля, выгодите. Вы узнали, как меня бесит этот юнит. Вообще, сука, блядь. Беспонтовый кусок дерьма, блядь. Он в этих доспехах очень живучий что-то. Доспехи-то защиты не дают нихера, как выяснилось, блядь. Да, большая ошибка. Вы пытаться ударить его два раза подряд этой двуручной глоблей, потому что он отпрыгивает. Ёптую мать. Попрыгунчики вы, бля, хусаные, блин. Точно? Надо было их называть кузнечики, а не анорексики, потому что они, блядь, тонкие, нахер, прыгают постоянно. Говно. Ну-ка, колечко мне сель в угле какое-нибудь классное. Кольцо солдат крали плюс один. Вот оно теперь какое здесь. Ох, как хорошо. Весит только почему-то оно само по себе больше, прочности у него меньше. Это называется плюс один. Предельный вес повышается еще сильнее. И теперь броня Фраама идет в жопу. Оп. А какой красавчик. Мужчина прям. А просто нахрена мне еще на что еще тратить вес, как на ненужные, по мнению многих, доспехи. Так, ну это вроде не должно жить. Вообще, я думаю, что хватит с этой серией. Это уже было долго. Эстусов нет, ничего нет. Так что, перекур. И увидимся уже в следующей серии. Так что что-нибудь нажмите. Покликайте по рекламкам желательно. И адьё. Покликайте по рекламкам желательно. Продолжение следует...